День добрый, зрители и подписчики моего канала! С вами канал Slime Gaming TV, меня как всегда зовут Ваня. Сегодня, ваше внимание, я представляю гайд на Dark Avenger. Гайдов у нас давно не было, поэтому давайте к ним вернемся. Поехали! Dark это такой довольно многострадальный класс, если бы вы знали. Те, кто олды, они помнят, что его нерфили, апали, забивали на него. Потом резко вспоминали, о, у нас же есть Dark, давайте с ним что-нибудь сделаем. Стоит только вспомнить, как на 80 капе он себя прекрасно чувствует. Какая была мощная ульта и как же вообще на нем была приятна игра. Но время идет, ничего не вечно. И сегодня мы разберем того Dark, который у нас есть сейчас. Гайдов по классам действительно давно не было, поэтому я напомню, что по нашей традиционной схеме мы будем рассматривать описание класса, советы для новичков, скилл билд, скилл гербы, особенности этого класса и советы по ротации. Dark это класс среднего ближнего боя со взрывным уроном и основными характеристиками силы, физической атаки и стихии огня. И у него по факту три дамажных скилла. А если честно, то и все два. Остальные же скиллы нужны для поддержания комбо и в целом вашего ДПС. Его преимуществом является стихийный баф на 40%, который позволяет уже в самом начале пути развития достичь показателей стихийной атаки в 70% и выше. Явной проблемой являются процентовки его скиллов. Но после недавних обновлений вроде бы как он немножко выровнялся, но и в топ ДПС, к сожалению, не попал. У него действительно одни из самых красивых анимаций скиллов в игре, он достаточно мобильный и комфортный класс. Не стоит забывать о том, что стремление разработчиков уравнять всех в цели в какой-то мере работает, поэтому в топовом шмоте дарк будет очень полезен. Для новичков на этом классе можно порекомендовать сделать упор в силу. По камням лучше выбрать 4 камня на силу с крит ударом и силу с крит уроном оставшиеся. Для компенсации недостающего стата вы помните, что делать. Ставим гербы, перетасовываем талисманы так, как вам нужно. Сначала стоит использовать 4 стихийных ДКУ, так как вы имеете баф на 40% и это уже начальное преимущество. На более поздних же этапах можно оставить ровно столько камней, сколько вам необходимо, чтобы не было перекапа по стихии. Скилл билд вы можете сейчас видеть на экране и это вариант ПВЕ билда. В первой профи мана пассивки на единичку, подбрасывающий максимум. Во второй поглотитель на 3 только потому, как больше некуда было вкинуть 2 очка. В ветке ДАРКа берем все модификаторы на Б, хотя вы можете выбрать удобный вам, но я вам крайне рекомендую трансформацию брать на Б. По скилл гербам ситуация следующая. Столкновение, гибельный клинок, суровое возмездие и тяжелый выпад все берем на урон. Герб на плюс 1 это у нас конечно же столкновение, наш самый дамажный скилл. По особенностям ДАРКа можно выделить следующее. Он отлично может задерживаться в воздухе. Используем 3 волны попеременно с воздушным шифтом, после чего сразу же в воздухе ульту и вы можете пережить хоть ядерный взрыв на земле. У вас есть класс мастери на ваш основной дебаф, пожиратель душ. Используйте его с умом и поддерживайте на цели дебаф перманентно. Столкновение лучше всего использовать только через класс мастери 3. Каст сократится на 50%. Класс мастери 3 помимо столкновения работает и с волной огня, усиливая его икс-образными волнами. И вы будете перемещаться гораздо быстрее, если будете использовать быстрый кувырок вместо обычного бега. К этому нужно конечно немножко привыкнуть и не забывайте о расходе катализаторов за каждое применение. Советы по ротации. Как я и говорил, дамажных скиллов мало, но и тем не менее у него есть определенная ротация, которой следует придерживаться. И она будет следующей. Используем баф первой профы, власть огня и ярость мстителя после превращения. Используем пожиратель душ через пкм, жалящий удар через пкм. Это наши основные дебафы. Далее идет уже дпс секция. Даем гибельный клинок, суровое возмездие и тяжелый выпад. Далее используем катаклизм плюс пкм и после этого столкновение через класс мастери 3. Снова дебафы и опять же гибельный клинок, суровое возмездие и тяжелый выпад, который к этому моменту уже откатится. Разбавить эту всю ротацию можно класс мастери с х-образными волнами и снова же используем пкм для быстрого приземления. Весь этот цикл можно повторять бесконечное количество раз, но необходимо помнить о дебафах, которые у вас есть и трех самых важных скиллах. Это у нас клинок, это у нас возмездие и это у нас столкновение. Они в целом формируют ваш дпс. И вы можете конечно же переставлять эти скиллы местами, как вам удобно. Вы от этого по сути ничего не потеряете, просто используйте самые дамажные скиллы по кд и в целом ротация ваша может быть свободной. Это не тот класс, который жестко привязан к определенному нажатию кнопочек. Дарк Авенжер реально крутой класс, но хотелось бы чтобы разработчики вывели его в топ, потому что вот тот ролик, который вы видели, ротацию, которую я взял с ютубчика с игрока Се, у него как вы видели на кукле 7,5 миллионов атаки и он выдает дпс в 3,7 миллиарда. Казалось бы, вау, какой дпс, но я на данный момент на своем фантоме, не учитывая даже разницу в атаке почти в 4 миллиона, у него же еще больше фд, у него же еще больше стихии, я выдаю на кукле чуть больше 3,3,100, вот где-то так. Разница как бы очевидна, если бы у меня было 7 миллионов атаки, то соответственно дпс был бы на порядок выше 5 и может быть даже 6. Суть, надеюсь, вы уловили, если вам нравится Дарк Авенжер, то конечно же на нем играйте, сейчас он вполне стал играбельный, процентовки ему подняли и если класс действительно заходит, то почему бы на нем не играть? Правильно, правильно, играйте на тех классах, которые вам нравятся. Конечно же, процентовки у некоторых классов желают оставлять лучшего и в PvE мы не так сможем, конечно, себя реализовать, но тем не менее, кто вам может запретить? Да никто, поэтому делайте то, что вам больше всего нравится. А это был гайд на Дарк Авенжера от канала Flaming Gaming TV, меня как всегда зовут Ваня и я желаю вам всего-всего самого хорошего и хороших вам процентовок. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok